Здравствуйте, друзья, с вами Бамбу. Периодически затрагивается в всевозможных наших обсуждениях тема кётаку. И спрашивают, делаю ли я эти флейты, эту разновидность? Я все отвечаю, что именно кётаку я не делаю, просто по той простой причине, что кётаку делают только непосредственные ученики кукунишимуры. Ученики и, может быть, ученики его учеников. Это я не могу сказать точно. Скорее всего, такая преемственность здесь работает. Все остальное, десятое ответвление, это уже какие-то, так сказать, фантазии на тему и так далее. А вот что касается понимания сути кётаку, то здесь, опять-таки, даже среди адептов, так сказать, есть разные мнения. Вот, свое мнение я уже неоднократно, так сказать, его транслировал. Ну, повторяюсь, что одно из основных, ну, как бы, таких вот фишек кётаку, это возможность полноценно играть, как бы, вот, медитативный такой звук с использованием сякухачевых характерных созвучий и так далее, ну, как бы, не напрягаясь, да, то есть, если играть на флейтах типа сякухати настоящего классической, то обязательно это напряжение в губах, это какая-то вот такая повышенная концентрация, что, ну, во-первых, сложно для начинающих, а вот даже для опытных, опять-таки, это требует постоянной концентрации, то есть, звук нужно, как бы, вот, удерживать. То есть, звук держать его, вот, это сложно, вот, и тем более делать это, ну, так сказать, для, опять-таки, медитации, для того, чтобы происходило какое-то расслабление. В моем же случае флейты разные, так как материал разный, и некоторые из них в сторону идут сякухати, то есть, я заведомо, перед тем, как вот, флейта еще не сделана, я беру бамбук и уже, ну, ощущаю, что из этого должно получиться. Больше сякухати или больше это хочико, или больше это вот в сторону киотако. И вот, например, вот эта флейта, сейчас вот она не так давно создана, я ее периодически показываю, из бамбука гома, с такими шикарными кольцами, она вот близка к вот этой вот, ну, как бы, к этому архетипу киотако. Здесь достаточно плотный бамбук, он относительно легкий, то есть, это не такой вот, пойму, что совсем тяжелый бамбук. У него средняя стенка такая, ближе к тонкой, ну, естественно, не как бансу или что-то такое дудочки, но тонкая по отношению к некоторым своим собратьям, вот таким вот камне, камнеподобным, вот. И вот эта вибрация образуется именно от совершенно расслабленного выдувания, то есть, не все флейты это позволяют. То есть, даже есть флейты, которые хочико, чтобы добиться полноценного звука, нужно, опять-таки, особую импульсность такую использовать, то есть, технику. Здесь же нужно просто понять этот принцип, да и вообще, даже для начинающего, можно это освоить практическим путем. То есть, просто выдыхать во флейту, не ожидая результата. И в какой-то момент получится именно тот звук кетачный. То есть, как рассказывал, собственно, сын Кокуньшимуры на встрече, которая была в Москве у нас, что, ну, часто играет, вот, просто даже, ну, как бы, вот, развалившись на диване, там, или в кресле, или где-то. То есть, вот, в таком режиме, то есть, это не, там, сайдза, не что-то такое специальное, вот, а именно, вот, в таком режиме. То есть, например, вот. То есть, вот сейчас губы у меня расслаблены, тело тоже в таком положении расслаблено, флейта, вот, просто лежит в руках. То есть, все расслаблено, при этом, звук уже образуется такой полноценный. В него, конечно, можно с помощью техник добавить плотности и так далее. Но главная фишка в том, что эта флейта позволяет, вот, играть абсолютно расслабленно. И причем даже в верхних регистрах. Вот, то есть, это я показываю просто такой пример. Но самый полноценный звук, как раз получается, когда вы, вот, играете, там, 10-20 минут расслабления, настолько тотальное происходит, что вы даже не замечаете, что, вот, вы держите инструмент, просто происходит такое звуковое событие, явление, вот, в котором вы пребываете в этом звуке, в этих паузах, в этой тишине. То есть, все это происходит, но вообще абсолютно без какого-либо, вот, специальности. Вот, вот, в этом смысле киотачные флейты очень-очень-очень-очень-очень хороши. Конечно, есть флейты, имеющие, ну, в разной степени какую-то сикухачи, киотачность, и также на киотаку можно сыграть при помощи всяких знаний по-разному. Но основное это вот именно в этом, возможности вот этого спокойного удывания. Вот, и те, кто ищет именно вот этого эффекта, обратите внимание, например, на эту флейту, размерностью 2 и 3-сяку. Она как раз позволит, ну, так скажем, подключиться к пути киотаку, но таким, вот, таким способом. Вот, возможно, потом подключиться уже непосредственно к киотачному, так сказать, течению, а, возможно, этого будет достаточно для полноценности, значит, для полноценности вот этого осуществления вот этого вашего пути. вашего взаимодействия. Интересуйтесь флейта сейчас, несмотря на то, что всевозможные, значит, вот эти вот движения и течения события, но это все пройдет, так сказать, через какое-то время, а ваше здоровье, ваше спокойствие, ваша жизнь, она останется с вами. Поэтому уделяйте ей внимание, в том числе, в направлении вот взаимодействия вот с медитативными флейтами. Ведь это при любой там ситуации, оно является только пользой. То есть оно может многое дать вам, в отличие от каких-то вот движений, таких, которые навязываются, ну, вот этим СМИ, там, и так далее, и так далее.